Проходит 40 минут после выкладывания первого видоса, и я тогда решила заснять свое первое видео на TikTok. 5 тысяч долларов в год? Итак, сегодня это видео будет о том, как я за неделю подняла 200 тысяч подписчиков на TikTok. Это очень радостная новость для меня, что я дальше смогу развиваться, потому что я всю жизнь об этом мечтала, мне кажется, ну или хотя бы с того момента, как переехала в Америку. На данный момент в Америке я живу уже 5 лет, это значит, что где-то 4 года я занимаюсь YouTube, занимаюсь своими соцсетями, и на самом деле раньше это шло очень плохо. Это шло только в начале, когда я только начинала, такая маленькая девочка, сейчас будет вставка, снимала видео просто про свою жизнь, про то, как она идет в школу, про американский автобус. Только пытается изучать английский язык, совершенно еще ничего не понимает, первый раз влюбляется в американской школе. Потом эта девочка поступает в университет, ей дают 25 тысяч долларов в год на 4 года вперед, что покрывает обучение, большую часть обучения. Потом эта девочка переезжает в Нью-Йорк, живет там, просто собирает кучу проблем на свою голову. А теперь давайте поговорим про TikTok. Две недели назад, когда я только вступала в это комьюнити TikTok, я не смотрела ни американский TikTok, да, то, что у меня постоянно сейчас каждый день появляется в рекомендованных, ни русский TikTok. Я просто видела люди, танцующие в TikTok, и очень сильно повторяя, на самом деле, за американским TikTok, как мне казалось, хотя я не особо это смотрела, но вот пару секунд мне хватало. У меня всегда было это приложение на телефоне. Вообще не особо туда часто заходила, просто потому что у меня подружка там снимает просто такие интересные видео, там, или со мной, то есть я заходила и смотрела это только поэтому, мне кажется. Я приехала, чтобы быть рядом с родителями на карантине, вернулась опять в эту комнату, и на самом деле здесь все напоминает о том, что я снимала, как сильно я продвигалась, это напоминает вас. Мои перстиковые стены просто светились на всем ютюбе. Но в какой-то момент я это все потеряла, и мне очень хотелось вернуть это все. Три недели назад, на самом деле, я поностальгировала об этом всем, что здесь все так сильно напоминает о вас. И захотела вернуться. Я сняла видео, у меня не было камеры, я эту камеру только что купила. Я сняла просто видео на телефон, был уже еще раз на свой ютюб, вот на этот канал, и оно не зашло. Там что-то было за первые двое суток 700 просмотров, не тысяча просто человек, и мне это как-то стало обидно. Я столько лет потратила на все это, и в итоге не нашла никакой отдачи. Конечно же, были люди такие в комментариях, которые писали, что, Марина, мы тебя очень ждали, но... Но когда ты это все делаешь, это немножко... Очень много времени забирает, я не знаю, 500 человек на твоем канале. Это как-то немножко крипово. Итак, идем дальше. Я уже была, огорчилась, записала голосовое сообщение своей подруге, что, наверное, все. Это была последняя точка того, что я выхожу на ютюб. Больше я этого делать не буду. На что она ответила, если ты так чувствуешь, то, конечно, типа, я тебя в любой момент поддержу. Возможно, ты найдешь что-то другое. На следующий день я знакомлюсь с одной девочкой, ее зовут Лера. Мы знакомимся с ней, и она начинает снимать... У нее уже был тикток американский, то есть все на английском контент. Но она решает на этот же тикток запустить еще одно видео, но только про американскую школу или про подростков и так далее. И она запускает, я на это смотрю, и мне это заходит. И я такая думаю, блин, а вот если добавить это сюда, если добавить это сюда, это сюда, смонтировать это все, если как-то подойти к этому... Потому что я этим три года уже занимаюсь, я знаю концепцию ютюба, я знаю, что выстреливает, что нет. Возможно, у меня не было такого прогресса, как у других блогеров, потому что я не делала это часто. Но, по сути, у меня просто был опыт, и я знала, что с этим нужно делать, как общаться с людьми, как отвечать по сотрудничеству. У меня уже было миллион коллабораций и сотрудничества на этом ютюбе. Поэтому я уже примерно понимала эту концепцию. И, значит, я такая думаю, если я сама в голове знаю, как снять это лучше, как это все обыграть, почему бы и не попробовать? Тем более, мы сидим на карантине, мне никуда не надо, Нью-Йорк вообще полностью закрытый. И я тогда решила заснять свое первое видео на TikTok. Вот тут-то и была эта точка отсчета, точка моей популярности, если можно так сказать, точка отсчета роста всех моих остальных не TikTok, а социальных сетей. И мой TikTok очень сильно помог мне выстроить Instagram, точно так же выйти уже на рынок, точно так же начать продавать рекламу. Все мы сейчас сидим на карантине, не зарабатываем, оплатить надо за сколько всего, поэтому это тоже очень хороший плюс. Итак, Марина заливает первое видео на TikTok. Сразу хочу сказать, на тот момент в моем Instagram было 5154 человека. За 40 минут на TikTok, там сразу я вышла в тренды, естественно, главное название, главное твое лицо, то есть не какая-то смазанная картинка вот на обоих видео, которые ты выложил. Это единственный совет, который я могу вам дать, вот. А также еще очень важны хэштеги, которые ты ставишь. Если в Instagram это уже как 15 лет не работает, то в TikTok это очень сильно работает. Только ставьте такие хэштеги, не просто американские тренды или там хочу в рекомендованные. Они не работают, потому что вы посмотрите, там billions просто публикаций, и то, что вы выйдете в топ, это вообще, типа, нет. Я снимала все, что связано с американской школой, с американскими подростками, так что, если ты еще не подписан на мой TikTok, обязательно зайди, там есть ссылочки внизу. Проходит 40 минут после выкладывания первого видоса. У меня уже 6000 подписчиков на TikTok. Я просто обалдела. И я на тот момент не хотела еще ничего выкладывать в Instagram, когда я выложила первое видео, первые 40 минут. Потому что у меня очень есть много знакомых, которые подписаны на меня в Instagram, которые знают, что я была ненавистником TikTok, просто потому что там всякий трэш. Но как подошла я к этому вопросу, если мне не нравятся танцы, если мне не нравится весь этот шок-контент, или как там просто делают это самое популярное кофе, оно просто на данный момент везде. И я решаю сделать просто какие-то интересные истории, то, что зайдет всем, то, что интересно. На тот момент я не думала, что тема американской школы, она все еще популярна. Потому что есть Полина Сладкова, у которой уже полмиллиона подписчиков на YouTube, и мне казалось, что все люди, которые хотят знать об американской школе, они уже у нее, они уже все узнали. Но на самом деле, эту тему можно мусолить вечно просто. Потому что, когда я начинала, или Полина Сладкова, 2-3 года назад, те люди, которые были еще маленькие, которые не смотрели нас, они нас даже не знают. Вот у Полины Сладковой, и у меня, мои старые подписчики, они уже повзрослели. Возможно, они уже учатся в американской школе, переехали в Америку, да, добились своей мечты. Люди, которые были слишком маленькие, они сейчас только повзрастают, они только выходят на все платформы, им родители начинают разрешать TikTok, начинают разрешать Instagram. Все это только растет, поэтому на данный момент я подхватила огромные оравы ребят, которые все еще хотят знать об американской школе, о том, как проходит моя жизнь в Америке и так далее. Проходит ровно сутки на TikTok, и у меня уже 100 тысяч подписчиков на TikTok. На данный момент уже 200 тысяч подписчиков, но первая соточка, это просто бомба, это просто первые сутки. За первые сутки я выложила вам порядка 6-7 видео, просто потому, чтобы как-то их заинтересовать, что не только человек увидит одно видео, но малая вероятность, что он подпишет, потому что, может, ты единственное видео выложила, и все, теперь ты 3 года не появишься на TikTok. Следующие 100 тысяч, после первых 100 тысяч, шло очень долго, очень долго набиралось, потому что, не знаю почему на самом деле, я не понимаю алгоритмы TikTok, я не знаток, но я просто тот человек, которому серьезно повезло. И только потому, что я выбрала свой уникальный контент, это истории, истории для маленьких детей, это истории о том, что меня радовало, чему я удивлялась, что я замечала в американских девушках, в русских девушках. Как-то я это очень сильно все через себя пропускала, как знаете, вот фанфики пишут, не нравится, я никогда не читала, но вот очень многие в комментарии пишут, что, Марин, у тебя очень истории похожи на фанфики, я не знаю, это хорошо или плохо. Следующее видео на YouTube у меня, скорее всего, выйдет про то, про мои истории, как я переехала в Нью-Йорк, как я закончила американскую школу, обязательно пиши в комментариях, что ты хочешь видеть. Я хочу, очень сильно хочу за, я не знаю, давайте дадим три месяца вперед, чтобы у нас уже было один миллион подписчиков на TikTok, я очень сильно жду. Также я очень сильно хочу развить, возобновить мой YouTube, ты только можешь мне в этом помочь, поэтому обязательно подписывайся на мой YouTube, пиши в комментариях, что ты хочешь видеть темы на YouTube и на TikTok, обязательно только подпиши где и что. Подписывайся обязательно на мой Instagram, будет ссылка в описании. Я вас всех очень сильно люблю, кстати, с рекламой, мы все на карантине, не зарабатываем денег, обязательно пишите на мой Instagram. В шапке моего Instagram есть PR-аккаунт, куда ты можешь написать, если тебе нужна реклама на TikTok или на Instagram. Всем огромное спасибо за просмотр, я вас очень сильно люблю, не забудь подписаться на мой Instagram, TikTok, YouTube, все, что ты увидишь в описании. Еще раз спасибо, что вы со мной, и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok